Слава Божия Слава Божия Я верю, что мы вошли в период, который закончится возвращением Господа. Это не будет период в пару недель, но мы видим изменения, происходящие в мире, мы видим то, что произошло в этом году, и такие события будут продолжать происходить. Да, мы переживем этот кризис, но это не означает, что за ним не последует другой. Такие проблемы будут нарастать как в интенсивности, так и в чистоте их появления. И каждый раз мы будем учиться переживать очередной кризис более стойко. Мы должны научиться бороться со страхом, замешательством, неопределенностью и пропагандой. Мы должны научиться по-новому мыслить. Потому что сейчас не так легко увидеть и услышать справа. Во-первых, мы должны понять, что правила игры изменились. Мы должны по-новому строить план. Мы должны быть более упорными и настойчивыми, чем раньше. Иеремия 29 глава 11 стих говорит, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежды. И вы зовете ко мне и пойдете и помолитесь мне. Я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. Нельзя читать один стих, а другой игнорировать. Бог дает обещание. Я имею намерение о вас во благо, а не во зло. Но это обещание лишь для тех, кто будет искать его всем сердцем. Мне становится легче, когда я понимаю, что у Бога есть план для меня, потому что все мои личные планы на 20-й год не состоят. Нам приходится ориентироваться на ходу, потому что планы меняются довольно спонтанно. А в этом году менялось все с бешеной скоростью. А причем 14 глава 12 стих говорят нам, «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Нужно нечто большее, чем просто опыт». Я не против планирования, как раз наоборот, но я вижу, что мир так быстро меняется. В Евангелии от Луки, 5 главе, Иисус говорит, «Никто не вливает молодого вина в миси версии, а иначе молодое вино прорвет миси». Фермент выделяет газ, и нужна новая кожа, которая способна растянуться, которая достаточно эластична. Если влить новое вино в старое меха, потеряешь вино и меха. Бог творит на земле нечто новое. И мы с вами должны быть новыми сосудами. А что, если мне это не понравится? Ну что ж, я вам сочувствую. Я вас услышал, сделал заметку для себя, а теперь идем дальше. Мы будем научиться по-новому планировать. Но мне нравилось то, как я раньше планировал. Ну да, я понял, но по-новому будет лучше. Но мне не нравятся перемены. Все равно меняйся. Но это выход из моей зоны комфорта. Да, но рано или поздно придется на это решиться. Мы должны научиться планировать по-новому. Второе. Я считаю, что сейчас не время оплакивать потери. Время стоять твердо. Я сейчас говорю не о потере близкого человека, а о том, что мы оплакиваем прежнюю жизнь. То, что имели раньше. Мы полагались на какие-то привычные вещи, на нашу рутину. Мы думаем, что у нас все это украли, и мы злимся. Мы так соскучились по тому, к чему привыкали года. И теперь нам этого так не хватает. Ничего страшного. Не надо оплакивать то, что было. Лучше приготовься к тому, что тебя ожидает. В девятой главе Луки Иисус учит этому принципу. Он говорит человеку, следуй за мной. Вот это приглашение. Он сказал это Петру, и Петр чудесно справился. Не так ли? Он сказал эти слова Иакову, и Иоанну, и они тоже справились. И вот он говорит эти слова этому человеку, на что тот отвечает, «Позволь мне сначала похоронить отца». Иисус говорит, «Пусть мертвые хоронят своих мертвых». И в другом случае человек говорит, «Хорошо, я последую за тобой, но прежде позволь мне попрощаться с семьей». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для царства Божьего». Я знаю, в этом году все наши планы были нарушены. Мне в голову не приходило, что может случиться так, что у нас не будет пасхального служения в церкви. Такое случилось впервые за всю мою историю, как пастор. Я вырос там, где Пасху не празднуют, но мы все равно праздновали Пасху. В этом году зал был пуст. Одни только видеокамеры. «Ничего, я подожду следующие возможности». Ну, а в 10 главе Евангелия от Луки Иисус был с двумя сестрами, Марфой и Марией. У двух сестер были разные подходы к жизни. Иисус сказал, «Марфа, ты заботишься и суетишься о многом». Одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Многие из нас сильно обеспокоены совсем не тем. Я не говорю, что ваши проблемы не настоящие. Я знаю, что они реальны, но нужно решить, что со всем этим делать. Мы не должны идти на поводу наших эмоций и чувств. Они второстепенные. Да, наши эмоции важны, но они могут быть плохими путеводителями по жизни. Они даже зависят от погоды. Мы поплачем над потерями потом, а сейчас нужно твердо стоять. Кто-то считает, что, когда говорится, «Стойте твердо», это нечто пассивное. Просто стоять. Совсем нет. Стоять твердо означает противостоять в день злой. Это не пассивно стоять, но быть в оппозиции. Стоять за свою семью. Стоять за истину. Стоять за праведность и справедливость. Стоять за святость. Вы можете встать на защиту чего-то важного для вас. Если вы только и делаете, что оглядываетесь назад, вам будет сложно удержаться на ногах. Вы быстро потеряете равновесие. Мы должны быть крепкими и твердыми, иметь четкое видение и быть снаряженными, то есть оветься во всеоружие Божие. В шестой главе послания Ефейсеном, в переводе «Месседж», я вижу слова, которые по-особенному цепляют мое сердце. Приготовьтесь, потому что вы восстаете против того, с чем самим вам ни за что не справиться. Да, это так. Получите от Бога всю имеющуюся помощь. Он приготовил для вас различные виды оружия. Вооружившись, им, как бы вас не трясло, о, вы устоите, мы должны понимать, различать ситуацию вокруг нас и в мире в целом, как никогда раньше. А в чем угроза? Как лучше отреагировать? Для этого нам нужна Божья помощь. Нам нужно быть будительными. Для этого так важно наше единство. Невозможно быть зорким и быть сам по себе. Мы нужны друг другу. И так мы должны научиться по-новому планировать, пока не оплакивать наши потери и делать то, что делать сложно. И делать это с удовольствием. Но это же так сложно. Да, я знаю. Но так же я вижу, что мы справляемся. У нас была угроза сотен тысяч смертей. И это довольно большая угроза. По всему миру людям пришлось в корне поменять свои планы на этот год. Если вы были все это время вместе, которое продолжало процветать, станьте на колени пред Богом и поблагодарите Его. Вы просто чудо природы. Бог послал вам свои благословения. Признайте это и наслаждайтесь. Будьте благодарны Ему за это. У Бога есть цель для этого. Для того, чтобы мы могли открыть церковь, нам был предъявлен целый ряд требований. Расстояние между людьми. Санитайзеры повсюду. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. И сколько же жалоб я получил на свой почтовый ящик? Всегда найдется кто-то, кто любит возмущаться. Мы решили, что вознесение будет завтра. Эй, я не хочу завтра. Да, приходится с этим сталкиваться. Послушайте, я знаю, что сейчас сложнее, чем было раньше. Но все равно полный пьет. Давайте все равно выходить на работу, уходить в школу, уходить в церковь. Но я раньше думать об этом не мог. Я понимаю, но сейчас время идти вперед. Мы не отступаем. Мы принимаем перемены. Евреям, 12 глава, об этом даже Библия говорит. Кто мог подумать, что в Библии есть подробная информация по этому поводу? Евреям, 12 глава, 3 стих. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Иисус был праведным и святым человеком. Но его ненавидели даже в его родном городе. Когда он накормил тысячи людей, на следующий день они пришли не за учением, а за халявной едой. Представьте, как ему было больно на это смотреть. Он оставил славу небес, а им было плевать на слова жизни. Они шли за ним ради хлеба и рыбы. Если в церкви будут хрустящие пончики, число прихожан вырастет на 10%. Это правда. Как бы странно это ни звучало, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Читая эти стихи, мы думаем о борьбе с нашей собственной греховностью. Конечно, здесь говорится и об этом, но также здесь говорится о борьбе с грехом в мире, в котором мы живем. Мы соль и мы свет. Мы противостоим тьме, а это бросает вызовы нашему бизнесу и нашим отношениям с людьми, потому что мы живем в греховном мире. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Автор послания евреям говорит, «Иисус претерпел такое поругание, и вы тоже не опускаете рук». Вы помните Иисуса в Гефсиманском саду? С самого рождения Он знал, что Его ожидает крест. Но в тот страшный вечер Он молил Отца, «Если возможно, доминует Меня чаша сия». Вы готовы терпеть трудности ради Царства Божьего? Или у вас на первом месте личный комфорт? Вы хотите, чтобы все вокруг вас было помазано? Чтобы вас окружала слава Божия? И не было никакой личной ответственности? Нельзя жить всю неделю как язычник, приходить в церковь на пару часов в неделю и ожидать, что Божья слава вас поднимет. Так просто не получится. Итак, в чем наше задание? Не бояться делать для Господа то, что нам кажется трудным. И четвертое, мы должны быть более внимательными, более бдительными, чем раньше. Мы должны понимать, что сейчас делает Бог. Того, что мы знали до этого, уже нет достаточно. Мы с братом изучали иврит в университете. Тогда террор был проблемой одного лишь Израиля. Мы тогда были так наивны. Мы думали, это касается только Среднего Востока. Теперь же в Северной Америке больше террора, чем в Израиле. Но тогда мы гуляли с ним по центру Иерусалима и совсем еще не знали языка. Мы скучали по дому. На улице было полно народу, и вдруг кто-то начал что-то кричать на иврите. Мы поняли, что он говорит. Я вообще не обратил внимания, но потом я услышал, что этот человек кричит все громче и громче, и я обернулся. Мы увидели, что на нас все смотрят и удивляются. И тот человек указывал на меня пальцем. Вряд ли он кричал, «Ой, мне нравятся твои джинсы». Видно, что он был в другом настроении, но я не понимал, о чем вообще идет речь. И вдруг я увидел посреди квартала большую сумку. Она лежала на земле. А в Иерусалиме не оставляют сумки на улице без присмотра, потому что там может быть бомба. Это первое, что приходит в голову. Единственные люди, которые стояли рядом с этой сумкой посреди квартала, были два наивных американца. «Бегите, прячьтесь в бежище!» Это научило меня обращать внимание на такие вещи. Это место научило меня, что везде свои правила игры. «Я должен быть бдительным». Не напуганным, но бдительным. И мы живем во время, когда наша бдительность должна быть выше, чем раньше. Отношению к духовным вещам нужно держать ухо востро. В Евангелии от Марка 14 главе снова идет речь о Гефсимонии. И Иисус возвращается к ученикам, а они уснули. Он говорит к пиотам, «Неужели не мог ты бодрствовать со мной хотя бы час?» Ответ мог бы быть, «Нет, не мог». «Думаешь, мне это интересно?» «И вообще я устал. Мне нужно отдохнуть». Иисус сказал им, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, а иначе вы впадете в искушение. Дух бодр, плод же немощен». Иисус здесь дает нам подсказку. Наш сосуд очень хрупкий, и нам просто необходима духовная поддержка от Бога. Наш дух должен получить подкрепление от Духа Божьего. Для того, чтобы наша немощная плоть не перевешивала, мы должны бодрствовать и молиться. Бодрствование включает в себя готовность молиться по ночам. Мы не часто говорим об этом, но в такие времена, как эти, это становится необходимостью, и мы будем больше об этом говорить. Бодрствуйте и молитесь. Ну и теперь, пожалуй, пятое. Нам нужно слушать более внимательно. Я имею в виду быть более чувствительными голосу Бога внутри. Я сейчас не об ангелах или говорящей ослицем. Обычно такие исключительные вещи происходят в реально тяжелых обстоятельствах. Ослица заговорила, потому что человек стоял перед лицом смерти. Нам нужно учиться быть более чувствительными и внимательными к тому, что Бог говорит в наш дух. В Евангелии от Иоанна 10 главе 27 стихе Иисус говорит, «Овцы мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною». А вот слушайте внимательно. И что еще более важно, вы послушны Бога. Иисус сказал, «Овцы мои следуют за Мною». Они не закатывают глаза, когда я им что-то говорю. Юный Самуил учился слушать голос Божий, и мы тоже должны. Следующее. Важную роль играет характер. Пожалуй, в наше время более чем когда-либо. Одним из знаменей последнего времени будет быстрое ухудшение человеческого характера. Я не стану приводить вам местописания об этом, но это так. Раскление человеческого характера — это не что-то новое, но в конце времен это будет происходить еще более обширно, и скорость растления будет набирать обороты быстрее, чем в любой период в Эстонии. Я думаю, что в последние несколько месяцев мы видим больше перемен, которые происходят в удивительно быстром темпе. Раньше на это уходили годы, и это будет продолжаться. Второе послание Коринфянам 8.3. Павел пишет, «Ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым, и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». Это полная противоположность жизни для себя. Они отдали самих себя, прежде всего, Господь. Отдали свое время, свое внимание, свой фокус. Ваш характер формируется тем, что вы практикуете в своей жизни, не тем, что вы говорите или что знаете, но тем, что осуществляете на деле. Ваши действия таким образом формируют ваш характер. Поэтому нужно развивать в себе правильные действия. Начните культивировать в себе добрые привычки, даже если это что-то новое для вас. Не оставляйте собрания святых, говорите Библии, служите друг другу, и не сами по себе, а будьте в подчинении. Жертвуйте щедро, пока не научитесь делать это с радостью. Поэтому, если вы скрижащите при этом зубами и хотите все контролировать, то все напрасно. Практикуйте гостеприимство, открывайте свой дом для других людей, помогайте молодому поколению, не только вашим детям, и не только детям. Бог дал вам жизненный опыт, делитесь им, но они не станут слушать. Кто-то да и послушает, каковы и найдутся. Следите за своими словами. Я мог бы добавить еще многое в этот список. Но помните, ваш характер имеет значение. И седьмое, будьте делателем на Ниве. Если мы живем в самом конце века, то разве не важно идти на Нивы и заниматься задом? Наш царь грядет. Итак, Евангелие от Луки. 12 глава, 42 стих. Господь же сказал, «Кто верный и благоразумный домоправитель?» Если Иисус открывает нам, кто верный и благоразумный домоправитель, то можно внимательно послушать, которого Господин поставил над слугами Своими, рождавать им свое время, меру пьет. Блажен раб тот, которого Господин его придя найдет, поступающим так. Его следующие слова удивляют, «Но, послушайте, истинно говорю вам, что над всем мнением своим поставит его». Итак, как мы примем власть от Бога, когда откроется Царство Божие? Господин придет и увидит, что мы занимаемся именно тем, что Он велел нам делать. Как часто я должен служить Господу? И сколько времени посвящать служению? Ну, мы как бы превратили это в духовную форму общественного служения. Это уже не имеет отношения к имени Иисуса и к принципам Царства Божьего. Все превратилось просто в ад, доброй воли, волонтерство, но мы должны делать нечто большее. Мы должны говорить людям истину, чтобы люди не оставались во тьме. Библия предлагает нам иной взгляд на многие вещи. Вся наша жизнь должна быть посвящена Богу, а не части жизни. Мирская часть для Бога. Мы должны служить Господу всей жизнью. Это не новое искушение. Оно существует с тех пор, как Бог начал призывать людей служить Ему. Но сейчас уникальное время жатвы, потому что время конца уже очень близко. Я вырос на юге, в сельской местности, и я знаю, что время жатвы требует иного подхода. Это особый период, и важно не упустить этот короткий сезон. Вы можете делиться с людьми своим свидетельством, пригласить кого-то в церковь. Не бойтесь, если вам уже многие отказали. Пастор, тебе лишь бы заманить людей в церковь. Ну да, этим я и занимаюсь. Я вообще-то не получаю процент за количество людей в церкви. Нет другого решения наших проблем. Необходимо изменение сердец. Нам хотелось бы, чтобы эту ответственность Бог возложил на кого-то другого, но Он избрал нас. Мы живем в удивительное время. Да, все нестабильно. Всюду царит страх и неопределенность, но я доверяю тому, кто держит наши жизни в своих руках. Аминь. Аминь. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мерфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алланом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алланом Джексоном. Благодаря молитве мы не одиноки, когда встречаемся с вызовами или проблемами. У нас есть помощь всемогущего Бога. Смело приносите свои молитвы к престолу благодати с новым сборником пастора Аллана. Давайте молиться. 30 дней молитвы. Пока вы пьете утром кофе, у вас может появиться новый подход к жизни. За ваше пожертвование вы получите чашку для кофе, которая будет напоминать вам о новой утренней привычке с Господом. Заказывайте все по номеру, который видите на экране, или зайдите на наш сайт, чтобы получить этот набор в подарок за ваше пожертвование. Спасибо, что поддерживаете наше служение. Вместе мы меняем мир. Церковь. Мы продолжаем двигаться вперед. Мы проводим служения. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с Мартом. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей и родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Благодаря молитве мы не одиноки, когда встречаемся с вызовами или проблемами. У нас есть помощь всемогущего Бога. Смело приносите свои молитвы к престолу благодати с новым сборником пастора Аллена. Давайте молиться. 30 дней молитвы. Пока вы пьете утром кофе, у вас может появиться новый подход к жизни. За ваше пожертвование вы получите чашку для кофе, которая будет напоминать вам о новой утренней привычке с Господом. Заказывайте все по номеру, который видите на экране, или зайдите на наш сайт, чтобы получить этот набор в подарок за ваше пожертвование. Спасибо, что поддерживаете наше служение. Вместе мы меняем мир.